Что-то невообразимое творилось у наших южных соседей на федеральной трассе М-5 и днём, и ночью. В третьем часу утра в Саткинском районе Южно-Уральщины легковушка вылетела навстречу и была в хлам раздавлена фурой. 34-летняя пилотесса Шкоды Фабия погибла, как и её попутчик-мужчина, 51 года от роду. В ГИБДД уточнили, что погибшие из Тюмени. В роковую для них ночь сибиряки спешили в сторону Башкирии. За 15 часов до этой трагедии на той же трассе М-5 Урал под чебаркулём иномарка долго крутилась в заносе, пока огромный панелевоз не ударил «Опель» в бок, отчего легковушка улетела в снега за пределы дороги. 58-летняя рулевая «Опель Миривы» умерла до приезда врачей скорой помощи её попутчик в больнице. Случайный видеорегистратор, находившийся в салоне попутного автомобиля, запечатлел все этапы драматических кульбитов на дороге. За секунды до того, как минивэн попал под смертоносный удар могучей скании. Не совсем ясно, почему «Опель» ушёл в занос, ведь асфальт на этом участке федеральной трассы, по крайней мере внешне, не казался чересчур заснеженным, обледеневшим и скользким. Тем не менее, минивэн по полной закрутила на проезжей части. Вероятно, водительница не была готова к такому коварному повороту судьбы. Запаниковала, наехала на придорожный швеллер на разделительной полосе, отлетела от него и попала под зубо-дробительный удар панелевоза. К слову, в голову 48-летнего рулевого большегруза в соцсетях прилетело несколько увесистых камней. За то, что он видел, что на дороге происходит, но не притормозил. Впрочем, отыскались и те, кто его защищал, утверждая в комментах, что многотонную махину так просто не остановить.